В среду 21 сентября штаб антитеррористической операции зафиксировал 14 обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований. Боевики пять раз открывали огонь на Донецком направлении, восемь на Мариупольском и один на Луганском. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Жители Константиновки организовали митинг под зданием городского совета, требуя отставки местных депутатов. Подробнее в сюжете нашего корреспондента. Перед очередной сессией Константиновского городского совета представители общественности провели митинг. Основные претензии к власти, по словам активистов, бездеятельность в решении коммунальных проблем. Общественный порядок охраняли усиленные наряды полиции. Затем общественники зашли в сессионный зал. Депутаты были не в восторге от подобного развития событий. После начала сессии выступил представитель штаба Яроша Сергей Чирин. Он зачитал распечатку из единого реестра досудебных решений об уголовном производстве в отношении секретаря городского совета. Затем слово попросили представители общественности, но получили отказ. В день проведения полнарного заседания, завчасное начало заседания, повинно дать документы, посвящие свободу, подвергшую громадянство. Это по поводу присутствующих и выступающих. 21 сентября в Донецке представили кандидатов на посты глав оккупационных, районных администраций, а также прилегающих к городу-поселков. Глава незаконной организации ДНР Александр Захарченко заявил, что кандидаты являются его единомышленниками. Все представленные кандидаты – члены незаконного общественного движения Донецкая Республика. И ранее были назначены на свои должности самим Захарченко. 22 сентября председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жибривский представил исполняющих обязанности глав прифронтовых Авдеевки и Торецка. На сегодняшний день выполняю обязательства главы Торецка. Я надеюсь, что мы не только развиваемся инфраструктуру и экономику Торецка. А на самом деле там будут жить патріоти Украины. А это ответственность керевництва. Преступил також до работы справжнего керевника військово-цивільної администрации в месте Авдеевки Малихин Павло. Павло, я також сподіваюся, что ты будешь не просто полковником, не просто військовым, а військовым полковником с головой. Потому что як ти будеш відноситись до людей? Авдеевка, як і Торецк, напередові. А якщо українська влада, це модерна влада. Це влада з головою і з душею. От хлопці, будете так працювати? У вас це буде добре. Национальной поліції Донецької області дефіцит кадров. Об этом заявил министр МВД України Арсен Аваков. Подробніше в сюжеті нашого корреспондента. 22 сентября в Славянське министр внутренних дел Арсен Аваков вручил 52 новых авто национальной полиції Донецькой области. Во время общения с журналистами министр упомянул, что на данный момент имеет место дефіцит кадров среди правоохранителей. Імеємо проблему, так як не всякого поліцейського набереш по прямому конкурсу з улиц. Значительна частина поліцейських – це поліцейських, яких потрібно привлекати после специального образования. Ну, ты не найдеш квалифицированного следователя, квалифицированного работника уголовного розыска, просто пройдясь по улице и повесив баннер. І с 1 октября решением кабінета министра, премьер-министра заработна плата сотрудника уголовного розыска увеличена вдвое. И сотрудник уголовного розыска будет получать заработну плату на уровень 10-12 тысяч, в зависимости от его категории, выслуги и звания. І ми считаємо, що це достатньо неплохий стимул для того, щоб компетентний поліцейський займався своєю роботою. Дякую!